В приеме участвовали депутаты из органов представительной власти как регионального уровня, так и местного, муниципального. Владимир Шапкин и Анатолий Андронов. Бывший военный городок, поселок Чкаловский, давно уже называют одним из ведущих российских центров, где на протяжении многих лет базировались части боевой авиации и проводились испытания летной техники. Родственники военных летчиков на прием по проблемным вопросам пришли к депутатам не с индивидуальными, а с коллективными просьбами. Главной темой, которая обсуждалась, была сложившаяся на Чкаловской неудобная для жителей транспортная логистика. Мы организованная группа жителей, улица Ленина и Институтская, и мы очень обеспокоены движением по улице Институтской, точнее, организацией движения транспортных потоков по улицам Ленина и Институтская. У нас постоянные пробки, знаки запрещения движения большегрузного транспорта не соблюдаются. И поэтому, конечно, наши жители очень переживают, потому что мы уже больше года пытаемся бороться с этим и пока не очень успешно. Депутаты проинформировали жителей о том, какие имеются перспективы решения проблемы перегруженности улиц Чкаловской грузовым и легковым транзитным транспортом. Рассказали, как изменится ситуация в ближайшие год-два. Мы ждем все-таки к концу года, когда вступит в действие участок ЦКАД от Ногинска до Дмитрова. И когда грузовой транспорт, идя с Горьковки по Монинскому шоссе, поворачивал направо, а не налево, и уходил на ЦКАД, то есть транзит. И со стороны Ногинска, чтобы транспорт не шел сюда, сегодня же бетонка там тоже не проедешь, но ЦКАД позволит уходить этот транспорт транзитом. Это уже решение комплексного вопроса. Обстановка на приеме была не просто доброжелательная. Практически все жители говорили о том, что победа в областном конкурсе позволит расширить парковую зону и благоустроить значительную часть территорий, в том числе и междворовой. Программа эта уже наполовину выполнена. Что касается дворовых территорий, о которых сегодня нам приходили и говорили, я уже сказал, что 50% мы сделали. 50% сделаем обязательно. Но нужно время, чтобы поэтапно на каждую дворовую территорию привести в порядок. По всем проблемам, которые были подняты на приеме, в исполнительные органы власти, как регионального, так и местного уровней, будут направлены депутатские запросы. Обращения жителей взяты на контроль. Такие приемы позволяют нам измерить общую температуру, как говорят по палате, где кипит, где сквозит, а где это просто подождут, потому что там не столь она острая, рядышком. Для этого местные депутаты и работают на конкретной территории, а мы формируем программы по их запросам. Андрей Циханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».